Уважаемые коллеги, представляю вам доклад на тему опыт применения лизата-аутологических тромбоконцентратов в лечении поражений роговицы. Как мы знаем, здоровье глазной поверхности зависит от целой опасности петелия роговицы, для поддержания благополучия которого необходим баланс между лимбальными клетками, трофикой, чувствительностью роговицы, анатомией век, качеством и времени разрыва слезной пленки. Нарушение какой-либо из этих составляющих влечет за собой повреждение петелия, образование эрозии и астроговицы в тяжелых случаях. Богатая тромбоцитами плазма концентрат содержащий до 1000 на 109 клетки в литре, то есть это в 3-4 раза больше, чем в неразделенной крови. Наиболее востребованными в регенературной медицине являются содержащиеся в альфагранулах тромбоцитов факторы роста, привлекающие в область повреждения прогениторной клетки и стимулирующие их пролиферативную активность. Из истории Кингсли был первым, кто использовал термин «богатая тромбоцитами плазма» еще в 1954 году. Много лет спустя Эренфест с авторами предложили первую систему классификации, основанную на трех основных переменах, например, тромбоциты, лейкоциты и содержание фибрина. В исходном, неактивированном виде тромбоциты представляют собой двояко-выпуклые диски диаметром 2-3 мм, не имеющие ядра. За счет своего маленького размера они свободно проходят сквозь капилляры. При активации форма тромбоцита меняется, становляясь в большинстве случаев амебовидной. Тромбоциты содержат альфагранулы, плотные гранулы или засомы. Альфагранулы являются самыми многочисленными из органелл тромбоцитов диаметром 200-500 мкм, с высокоорганизованной внутренней субструктурой, разделенной на разные зоны. Они содержат факторы роста, различные молекулы апгезии и химокины. При повреждении сосудов и активации тромбоцитов высвобождается секрет тромбоцитарных гранул, содержащий факторы свертывания крови. В тромбоцитах содержатся такие факторы свертывания, как тромбоцитарный фактор роста, тросформирующий фактор роста, инсулиноподобный фактор роста, фактор роста фибробластов, эпидермальный фактор роста и фактор роста эндотелия сосудов. Целью данного исследования является изучить эффективность применения лизата аутологичных тромбоконцентратов в лечении пациента с поражением роговицы легкой и средней степени тяжести. Клиническое исследование провели на базе ФГПУ НМИЦ имени Гельмгольца с 2018 по 2020 год на базе отдела травматологии реконструктивной хирургии. В исследование вошло 29 человек с поражением роговицы воспалительной или ожоговой теологии, у которых консервативная терапия с применением кератопротектором в течение 7-14 дней была неэффективна. Сохранялся дефект роговицы и воспаление. Первая группа состояла из 17 пациентов в возрасте от 19 до 69 лет с легкой степенью поражения. Эрозия мероговицы с средней площадью 14,4 квадратных миллиметра. Во второй группе 12 пациентов в возрасте от 16 до 82 лет с рецидивирующими эрозиями, а также изветвлением мероговицы глубиной до 100 микрон. Введение тромбоконцентрата пациентам первой группы проводили посредством инстилляции по одной капле 3 раза в день. Курс составлял от 7 до 14 дней. Данную процедуру проводили в комбинации с противовоспалительным лечением. Пациентам второй группы выполняли 3 супонсервативальные инъекции с интервалом через день. Далее наблюдали. В проведенном нами исследовании производился забор 20 мл крови в вакуумно-стерильную пробирку с антикоагулянтом ДТА. Затем кровь центрифугировали, после чего отбирали ближайшую к эритроцитам плазму. Данную плазму замораживали при минус 40 градусов. Затем медленно развораживали в течение 12 часов при плюс 4 градусов, после чего центрифугировали и оликватировали на несколько доз. Для оценки результатов всем пациентам проводили базовые клиников функциональные исследования, а также в дополнение оптическую куриентную томографию. Критериями оценки эффективности служили изменения площади поражения, сроки эпитализации, степень прозрачности роговицы. По результатам через неделю после лечения диаметр эрозии сокращался примерно в 7 раз. Через 2 недели практически у всех пациентов отсутствовала эрозия. На данном графике мы видим динамику заживления роговицы у пациентов. Клинический пример. Пациентка поступила в отделение жалобами на боли, снижение зрения на левом глазу. В ананозе операция на веках блефропластика, после которой появились дискомфорт и сухость в глазах. В течение трех последних месяцев, отмечая светобоязнь, боль, слезотечения, был поставлен диагноз трофической рецидивирующей язвы роговицы. Начатое лечение с помощью субконъективальных инъекций лизата, аутологичных тромбоконцентратов. По данному сети глубина дефекта составляла 20 микрон. Через неделю после начала лечения выполнили три инъекции лизата. Отмечали уменьшение глубины дефекта, снижение интенсивности окрашивания. При осмотре на 14-й сутки дефект полностью фитализирован, отмечается уменьшение отека роговицы. Другая пациентка поступила в отделение с жалобами на снижение зрения и дискомфорт в левом глазу. В ананозе химический ожог неизвестна жидкостью 9 лет назад. Многократные реконструктивные операции на веках. Две недели до нашей госпитализации у пациентки произошло обострение кератоконъюктивита. По месту жительства выявили эрозию роговицы, проводили консервативное лечение в течение двух недель безуспешно. Нами начато лечение с помощью инстилляции лизата, богатой тромбоцитной плазмой. При осмотре на седьмые сутки лечения лизатом отмечается уменьшение интенсивности помутнения за счет снижения отека. Роговица не окрашивается флюористицином. При наблюдении в динамике в течение трех месяцев рецидива не отмечалась. Таким образом, при эрозивных и неглубоких язвенных повреждениях роговицы в комплекс стандартной терапии целесообразно включать инстилляции лизата аутотромбоконцентратов. При повреждениях роговицы площадью более 50% и глубиной менее 100 микрон показано субконнективальное введение лизата аутотромбоконцентратов, в этом случае инстилляции уже малоэффективны, целью создания депо для более длительного воздействия на зону повреждений и стимуляции лимбальных стволовых клеток. Спасибо за внимание.